Развитие отечественного судоходства берёт своё начало после обретения Казахстаном независимости. Страна с одной из самых протяжённых сухопутных границ имеет ограниченные возможности выхода к большой воде. Однако с началом разработки Кашагана, крупнейшего в мире месторождения на море, а также ряда других шельфовых месторождений на Северном Каспии, ситуация кардинально изменилась, открыв уникальные перспективы для развития собственной морской индустрии республики. В 2003 году была создана первая частная казахстанская судоходная компания, «Каспиан Офшор Констракшн», ориентированная на развитие вспомогательного инфраструктурного морского флота, участвующего в разработке нефтегазовых месторождений. Компания осуществляет полный цикл работ, включая надзор за постройкой новых и модернизацией существующих судов, операционное и техническое управление собственным флотом и тоннажем клиентов, материально-техническое обеспечение. Постоянными клиентами «Каспиан Офшор Констракшн» являются такие компании, как «Аджип КСО», «НСПОС», «Сайпем Казахстан» и «Ерсай Каспиан Констракторс» в казахстанской части Каспия, «Лукойл» на российском шельфе Каспийского моря, «Дрэгон Оилл» в Туркменистане. Операционная деятельность компании началась в 2005 году с мобилизации в Каспий двух плавучих гостиниц, «Шкотов» и «Каспийская принцесса», на борту каждой из которых с комфортом могут разместиться до 300 человек. В 2014 году была осуществлена модернизация обоих судов с установкой системы временного убежища, которая обеспечивает безопасность персонала при выбросе токсичных газов. На сегодняшний день собственный флот компании насчитывает около 20 судов, построенных на ведущих европейских верфях. В то время как общий флот, находящийся под оперативным управлением компании, насчитывает более 40 единиц, что в свою очередь составляет более трети активного сервисного флота, базирующегося в казахстанской части Каспия. В состав флота под управлением «Каспия Новшор Констракшн» входят пять плавучих гостиниц, многофункциональный буксир по заводке якорей, пять многофункциональных буксиров ледового класса, два научно-исследовательских судна, три быстроходных судна для перевозки персонала и грузов и пять ледокольных аварийно-спасательных буксиров. В частности, многофункциональные мелкосидящие ледокольные буксиры серии «Мангистау», спроектированные финским дизайнерским бюро «Акер Арктик» и построенные норвежской компанией «Акер Ярц», специально для Кашаганского проекта, идеально подходят для выполнения сразу нескольких функций. Они могут заниматься ледовой проводкой судов, когда толщина льда достигает одного метра, выполнять буксирные операции, а также проводить спасательные и эвакуационные работы на Кашагане, нефтяной коллектор которого отличается высоким риском выброса сероводорода, мелководьем и суровыми климатическими условиями, когда зимой температура воздуха опускается до минус 35 градусов, а летом поднимается выше 40 градусов. В рамках инвестиционной программы компании в сентябре 2014 года завершено строительство современного научно-исследовательского судна «Каныш Сатпаев», названного в честь видного казахстанского ученого. Судно с осадкой в полтора метра также спроектировано с учетом специфики операций в северной части Каспийского моря. Судно оснащено системой спуска научного оборудования и имеет полностью автоматизированное машинное отделение. На борту имеются две лаборатории и кладовые помещения для хранения научных проб. Судно также может использоваться для спасения людей на море. Собственная водолазная служба, признанная ведущими классификационными обществами, базируется в поселке Баутино и оказывает услуги в круглогодичном режиме совместно с технической службой компании. Динамичный рост Каспиан Офшор Констракшн обусловлен прежде всего профессионализмом и высоким уровнем квалификации ее сотрудников. На непрерывное обучение и развитие персонала компания ежегодно выделяется до 1 миллиона долларов США. На начало 2014 года численность работников Каспиан Офшор Констракшн составила 673 человека, включая 530 членов экипажей судов, 60% из которых являются гражданами Республики Казахстан. Высокий уровень местного содержания в том числе обусловлен успешной реализацией корпоративной программы национализации, разработанной в 2006 году и ориентированной на подготовку и продвижение казахстанских специалистов. В рамках этой программы сотрудникам предлагается обучение в высших учебных заведениях России и Казахстана, куда ежегодно для получения высшего образования и повышения уровня квалификации направляются около 70 человек. Так, в 2015 году ожидается выпуск 10 студентов с высшим морским образованием, а в 2016 году еще 16 специалистов получат диплом высшего образца. Современный и качественный флот вкупе с высокопрофессиональным персоналом Каспиан Офшор Констракшн позволили внедрить и успешно сертифицировать систему управления безопасностью в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасностью мореплавания, систему менеджмента качества и систему экологического менеджмента по стандартам ISO. Так, в соответствии с требованиями нулевого сброса в северной части Каспийского моря, компания осуществляет сбор и вывоз сточных вод с судов, работающих на шельфе, для последующей передачи и утилизации на береговых приемных очистных сооружениях. За эффективное и инновационное управление экологическими ресурсами компания получила признание от ОБСЕ и Международной ассоциации морских подрядчиков «ИМКО». Также «Каспиан Оффшор Констракшн» была отмечена наградой от компании «Аджип Кейсио» за 5 миллионов человеко-часов без инцидентов с потерей рабочего времени. А в 2012 году, после приобретения в собственность пяти катеров для борьбы с разливами нефти, компания получила государственную лицензию Республики Казахстан на осуществление деятельности по ликвидации аварийных разливов нефти на суше и море. В рамках программы развития береговой инфраструктуры, необходимой для эффективного управления быстрорастущим флотом и в целях создания комфортных условий труда для своих сотрудников, в мае 2014 года началось строительство новой базы поддержки морских операций в поселке Баутино Мангистаусской области. Этот проект является значимым не только для компании, но и для региона в целом, так как предполагает привлечение дополнительных инвестиций в регион, создание новых рабочих мест для жителей Мангистау, открытие спортивных секций для детей поселка в спортзале комплекса. Завершение строительства запланировано на середину 2015 года. Следуя своему девизу «расширяя горизонты», «устанавливая традиции», в 2012 году компания открыла дочернее предприятие в Российской Федерации, в городе Астрахань, а в середине 2013 года начала свою деятельность в Республике Туркменистан, зарегистрировав филиал в городе Ашгабад. В ближайшей перспективе компания планирует выход на азербайджанский рынок с открытием постоянного представительства в городе Баку. За 10 лет своей деятельности Caspian Offshore Construction достигла лидирующей позиции в отрасли и доказала, что может двигаться вперед в условиях конкуренции с иностранными компаниями на стремительно развивающемся рынке и создавать что-то новое и по-настоящему полезное для повышения благосостояния Республики Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok